Всем приветики! Я безумно благодарен за то, что вы активно поддержали предыдущие топы интересных игр с подписки Game Pass, а поэтому сегодня я подобрал ещё одну двадцатку не менее цепляющих проектов. Но если здесь ничего не найдёте для себя, ссылка на два предыдущих топа есть в описании. Но прежде чем начать, уверен, многие задаются вопросом, какой смысл от этой подписки, если купить её в России напрямую невозможно. Так вот, спешу обрадовать, есть отличный сайт AlexStore, где можно по хорошей цене приобрести не только подписки на консоли, но ещё и игры для своего ПК, ведь в Стиме ровно такая же проблема с оплатой напрямую. А здесь всё это в наличии по самым выгодным региональным ценам, но работающие без проблем у нас, с частыми акциями и главной моментальной выдачей товара, то есть ждать ничего не нужно, после оплаты код выдаётся автоматически с подробнейшей инструкцией по его активации. За безопасность тоже можете не беспокоиться, сайт работает с 2019 года, официально оформлен на ИП, выдаёт чеки и уже заслужил доверие тысяч людей, оставивших положительные отзывы, за которые, кстати, можно стать участником конкурса на премиальную игру каждый месяц. В общем, переходите по ссылке в описании, выбирайте то, что вам нужно, оплачивайте удобным способом и покупайте игры или подписки выгодно. Ссылка в описании и закреплённом комментарии. 20 место Mass Effect Legendary Edition Начнём сегодня с довольно старой игры, первая часть которой вышла ещё на Xbox 360, но целую трилогию которой упаковали в одно издание, улучшили графику с освещением и добавили все вышедшие DLC, позволив как олдфагам поностальгировать, так и ньюфагам познакомиться с одной из самых значимых космических опер в игровой индустрии, где нужно спасти галактику от таинственного врага, на каждом шагу делая сложные выборы, имеющие значение для развития сюжета, общения с другими героями и прочее. В общем, если не играли, крайне советую. 19 место Hi-Fi Rush На релизе я как-то эту игру пропустил, видимо, потому что её презентовали как раз в день релиза, что крайне нетипично. Тем не менее, бунтарство проникло даже в саму игру, когда молодой парень, мечтающий стать рокером, прибывает в корпорацию для установки кибер-руки. Но по стечению случайных обстоятельств всё идёт не по плану, его признают дефектным и пытаются уничтожить. А мы тем временем максимально будем стараться ему помочь в неком жанре ритм слэшера под динамичную музыку с анимешным визуалом и запоминающимися персонажами. 18 место Tunic В то время как разные новинки пытаются соревноваться в масштабах пустынных карт или слишком перегруженным геймплеем для новичков, то это предлагает куда более казуальный геймплей, но от этого не менее увлекательный. Где играя за миленького лисёнка в антураже старых зельт или приключения Лары Крофт, предстоит исследовать мистический остров, наполненный интересными секретами, пространственными задачками, механизмами, ловушками и прочим, что дарит лайтовое приключение на пару вечеров после работы или учёбы. 17 место The Outer Worlds Ролевая игра от мастодонтов этого жанра, заслуживших безграничное уважение ещё по Fallout New Vegas. Кстати, именно поэтому геймплей их новой игры немного смахивает на предыдущую. Мы также просыпаемся от Криосна, только теперь не в ядерной пустоши, а на космическом корабле, который прибыл для колонизации планеты, но оказался брошенным, и другие люди начали тусить раньше нас, так что придётся догоняться. С кучей оружия, вариативной прокачкой, диалогами с выбором реплик и ситуациями, влияющие на развитие истории, поэтому фанатам подобного советую попробовать. 16 место Superliminal Это довольно красивая и в то же время сложная головоломка, которая играется с перспективой, что поначалу вызывает просто вау-эффект и ломает восприятие пространства. Но после непродолжительного прохождения это даже начинает утомлять, ведь в одной комнате может быть всего до двух типов головоломок. Благо, это скрашивается повествовательной частью, которая немного даже напоминает The Stanley Parable, но посылами, заставляющими задуматься над жизнью, да и в целом разными комментариями от разработчиков или режимом испытаний. 15 место Limbo С 9 августа стал доступен этот инди-платформер, который и так широко известен. И как раз подойдёт, если вы где-то о нём уже слышали, но сыграть так и не удавалось, а в подписке теперь это можно сделать. Особенно учитывая, что играть предстоит за мальчика, отправившегося в путешествие на поиски своей сестры. По пути то и дело встречай как разные преграды, так и разных монстров, чтобы пройти или сбежать от которых, нужно задействовать смекалку и окружающие элементы, что с уникальным визуалом дарит и уникальные эмоции. 14 место Danganron Pv3 Killing Harmony Игра, которая сейчас доступна и продвигает подписку Microsoft, изначально зародившаяся как эксклюзив для портативной консоли от Sony, то есть PSP, что я нахожу немного ироничным. И сразу же она полюбилась фанатам визуальных новелл за счёт своего необычного дизайна, анимешной рисовки и продуманных диалогов с необычным сюжетом, в котором герои попадают в школу, выбраться из которой можно только кого-то убив и не выдав себя, что сделать не так, да и просто учитывая общественный суд, где нужно обнаружить виновника при помощи дедукции. 13 место Celeste Именно такая игра, которая должна быть в подписке. Маленький шедевр, на который деньги ты бы скорее зажал. Ну а здесь можешь насладиться выверенной механикой платформинга в пиксельном визуале за девочку с остальными нервами, ибо хардкорностью здесь пропитан каждый уровень. Это именно представитель тех игр, где ты на каждом уровне сгораешь почти что дотла, но через время возвращаешься с целью всё-таки его пройти. И когда это удаётся, ты испытываешь невероятный кайф, но людям со слабой психикой всё-таки не рекомендую. 12 место Deathloop Та самая игра, которую Sony на релизе выкупила себе в эксклюзивы, ещё до того, как Microsoft купила беседку. Тем не менее, по итогу сейчас мы можем в неё поиграть почти что на халяву, хотя и цены на подписки взлетели за последнее время. В общем, это что-то вроде Dishonored'а с элементами шутера, стелса, детектива, квест-головоломки и прочего, что было в ранних играх Arkane Studios. Однако при этом игра умудряется быть уникальной в других аспектах, хотя бы временной петле, которую интересно обыграли. В общем, неплохая игра как для подписки, а потому советую попробовать. 11 место Hide and Life Что приходит в голову, когда слышишь, что игру разработали создатели Рика и Морти? Наверняка какой-то подростковый трип, чернуха, социальная сатира, сортирный юмор, отсылки к поп-культуре и слом четвёртой стены. Вот вам и краткое описание, что это за игра. А ну ещё здесь пушки с укуренными глазами. То есть во главу всего здесь ставится юмор, ради которого и затевалась игра. Поэтому если вам не нравятся Рики и Морти, обратная сторона земли, Симпсоны и возродившаяся Футурама, и эта игра вряд ли придётся по душе. Кстати, вот так вот быстро прошла уже половина топа. Поэтому у меня к вам просьба поддержать это видео лайком, если хотите, чтобы такие топы выходили почаще. 10 место Short Hike Довольно лайтовенькая, но цепляющая игра, весь геймплей которой нацелен на то, чтобы вы расслабились после рабочего или учебного дня. Ведь это милая адвенчура про птенца, возжелавшего покорить местные горы. Вот только путь не так прост и для его преодоления, предстоит сперва собрать перья для увеличения времени полёта, попутно наслаждаясь неспешным геймплеем, общением с NPC и прочим. А уж после приступать к реализации мечты. Кстати, пиксельный эффект можно отключить. 9 место Если очень кратко, то это Resident Evil или Silent Hill только в 2D с камерой сбоку, что лично я встречаю впервые. Так как чтобы хорроры пугали лучше, зачастую делают их или от первого лица с ограниченным видом, ну или максимум от третьего с фиксированной камерой, чтобы также враги из-за угла или спины пугали неожиданным появлением. Здесь же мы видим почти всё вокруг героини, но это всё равно вызывает мурашки по коже за счёт звуков, мрачной атмосферы и пиксель-артной графики, в которой нужно решать головоломки в поисках ответа на вопросы. 8 место Dead Space Кстати, о сурвайвл-хоррорах это уже более привычный представитель жанра, в котором и камера сзади персонажа, и трёхмерная графика, в которой монстры выглядят ещё жучче, из-за чего и пугает игра соответственно лучше, особенно если играть ночью. Где за обычного инженера нужно разгадать тайну космического корабля, на котором работала его возлюбленная, но по прибытию, оказывается, люди куда-то пропали, а их место заняли некие некроморфы, которые и будут держать постоянно в напряжении. 7 место Everspace 2 Немного добавлю игру наперёд, ведь станет доступна она только 15 августа, но так как на ПК релиз состоялся раньше, опробовать уже можно, чтобы составить своё мнение. Так вот, это некий шутер на корабле, где нужно исследовать просторы космоса, собирать ресурсы, сражаться с недругами в невероятно красивых декорациях с лазерами, туманностями, чёрными дырами и прочим. Так что геймплейная игра может и вторично, с перестрелками и прокачкой корабля, но вот визуально заставляет пускать слюни всех графодрочеров, да и просто любителей красивой графики. 6 место Ori and the Wild of the Wisp Продолжение игры, о которой я рассказывал в одном из прошлых топов, где играя за того же героя, уже нужно спасать и помогать совершенно другим персонажам. При том, если прошлая часть много и по части механик заимствовала у Hollow Knight, что даже при изменённом визуале было заметно, то вот вторая игра уже более самостоятельна, лишь в некоторых моментах отсылаясь к классике. Ну а в целом это экшн-платформер с великолепно отзывчивым управлением, цветастыми локациями и в целом интересным геймплеем. 5 место Forza Horizon 5 Один, пожалуй, из самых таких ярких систем-селлеров карабокса и геймпаса в целом, ведь является лучшей аркадной гонкой за последние несколько лет, придя на смену своему предшественнику. Предлагая как свободную езду по открытому миру с самыми разными активностями, от теста на скорость, зарубы с любым встречным автомобилем и до поиска старинных ретро-тачек под реставрацию. Но главное, это конечно заезды в не менее вариативных жанрах, от оффроада, стритрейса на разных машинах и с настройкой управления под каждого, чем игра и цепляет, ведь позволяет каждому найти что-то интересное для себя. 4 место Airborne Kingdom Довольно необычная градостроительная стратегия, хотя стратегия это наверное громко сказано. В своей сложности игра уступает более именитым собратьям, но превосходит по части визуала и идеи. Где нужно отстраивать летающий город, в этом по сути и весь геймплей, летаешь, строишь, собираешь ресурсы, соблюдаешь баланс и по кругу. Проходится она где-то за 6-7 часов, но так и хочется начать новую игру, за счёт медитативности. Так что по фулл прайсу я бы её точно не брал, а вот в геймпассе самый раз. 3 место Hitman Trilogy Честно, эта игра, а точнее серия, была для меня неким незакрытым гештальдом, когда я знал кто такой Хитман, что это за игра, но при этом почти ни в одну из частей не играл. И вот наконец-то благодаря геймпассу смог прикоснуться к этому культовому стелс-экшену про скрытного лысого убийцу. В целом, если говорить о последних частях, нас просто выпускают на полуоткрытую локацию, где как в песочнице мы сами выбираем методы устранения цели, что влияет на реиграбельность, позволяя вернуться назад даже после прохождения. 2 место It's Take Two Идеальная игра для того, чтобы провести время со второй половинкой, ведь это кооперативное приключение, где всё нужно делать сообща, от банального собирательства необходимых на локации вещей, до сражения с боссами и прохождения сюжета, где супружеская пара намеревается развестись. Вот она идеальная игра для возлюбленных. Но если серьёзно, на пути, то и дело возникают разные преграды, наоборот, сближающие друг друга, чтобы помочь решить героям их проблемы. Хотя, конечно, по угару можно сыграть и с друзьями. Ну и первое место A Plague Tale Requiem, которая вслед за предшественницей погружает нас в мир сверхъестественного, хотя пытается походить на реальный, с французской инквизицией и полчищами чумных крыс, уничтожающих всё на своём пути, от которых героям удалось сбежать в первой части. Но болезнь, поразившая Гуго, хотя и замедлилась, но не исчезла. И вот для полного исцеления нужно найти место с Фениксом из сна, к которому герои и направляются в этой части. С невероятной графикой, раскрывающей next-gen консолей, увлекательным геймплеем и цепляющей атмосферой. Так что первую часть тоже желательно пройти, но так как её нет в геймпассе, она и не попала в топ. А на сегодня это всё. Если нашли себе во что поиграть, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего интересного, ведь дальше только больше и только лучше.